В последнее время молодые артисты все чаще становятся звездами индустрии. Они прям-таки врываются на вершины чартов, попадают в заголовки рэп-СМИ, мутят серьезные конфликты, хотя зачастую им нет еще даже 18 лет. Герой нашего сегодняшнего видео это в каком-то смысле продолжатель дела янг-трэпы. Артист Олджи Блэс. Парень начинал свою карьеру в тусовке с Тамбу Рекордс и плотно затесался в среду московских трэп-артистов, про которых вы все хорошо знаете. Артист, имя которого Владимир еще совсем юн, но уже громко заявил о себе в рэп-игре, так что будем считать его полноправным некстапом. Кто же он такой и чем будет удивлять в будущем? Давайте разбираться. Артист родился в Рязани, но в 14 лет уехал в Москву. Один. Музыкой начал заниматься аж в 9 лет. Действительно ранний возраст для нашей индустрии, но куда интереснее, что музыканта вдохновил на творчество янг-трэпа, который к тому моменту уже успел оказаться в заключении. Молодой Трезине действительно был первопроходцем трэпа в нашей стране, и неудивительно, что после него в индустрии появилась целая поросль молодых сподвижников. Можно отметить, что Олджи Блэс даже внешне похож на трэпу. Надеемся, что от трезине он перенял только хорошее. Талант и желание постоянно совершенствуют свою музыку. Впрочем, про трэпу и отношение к нему Владимира мы скажем чуть позже. Первая студия, куда попал Олджи Блэс, была Тамбур Рекордс. Это легендарное место для всей московской хип-хоп-тусовки. Одного только списка кредитцев, которые есть в паблике этой студии, достаточно, чтобы создать себе впечатление о масштабах работы и коннектов тех, кто там постоянно зависает. Там тебе и Паша Техник, и Рома 163, и Майот, а также Олджи Будда, Меллоу Байт и многие другие. Уже тогда у Олджи Блэса появились первые знакомства в индустрии, а начинал он свой путь с Анки и Бэйби Меллоу. Забежим вперед и скажем, что у нас получилось взять интервью у музыканта, и он рассказал намного интересного про себя и свою карьеру. Вот, например, что он рассказал про Анки и Бэйби Меллоу. Да, были прикольные времена на Тамбу Рекорте, как раз-таки на этой студии. Там постоянно тусил Гога Бэйби Мелло. Анки приехал тогда в Москву, и мы, получается, вместе там курили, записывали рэпчик просто, ну и было по кайфу, в принципе. Прикольные были времена. Сейчас мы с Гогой и с Анки никак не общаемся, ну и у нас там тоже небольшие конфликтики были с ними. Но мы не зря сказали, что с Янг Трэпой Оуджи Блэса связывает многое. И да, не только некоторые схожести в стиле одежды и музыки. У Оуджи Блэса есть даже фит с трезине, который называется Legends Never Die. Трек вышел в сентябре 23-го года, а мы напомним, что Янг Трэпа ушел из жизни в феврале того же 23-го года. В нашем мини-интервью с Владимиром мы не могли не поинтересоваться, как он чувствовал себя, когда услышал новость о смерти Трэпы. И вот, что он ответил. Трэпы Коннект произошел через моего знакомого салют Паши Смоки Айс. И, в принципе, вот, после его смерти, ну, неприятно было. Как-то осознавать это, как вынимать. Ну, у меня есть даже татуха. Вот, в честь него. Как у него на шее скрипичный ключ. И я очень любил его музло, то, что он делал. Жалко, что так получилось. Но вот у нас скоро выйдет с ним еще одна совместная работа. Скрипичный ключ был набит на теле Трэзине. Так что эта деталь теперь на всю жизнь с Владимиром. Первый большой хит артиста Оуджи Блэс это трек Door Blue, который называется так же, как и знаменитый трек иностранного агента Моргенштерна. Тем не менее, к Элешеру он не имеет никакого отношения и сам по себе собрал больше миллиона стримов на Яндекс.Музыке, а также многие тысячи на других сервисах. В этом треке отчетливо слышен стиль, в котором работает Оуджи Блэс. Этот рэп, впрочем, с примесью других популярных ныне жанров. 31 мая Владимир выпустил новый альбом под названием 62, который названием напоминает Тусовку 52. С ней этот релиз роднит, пожалуй, только направленность текстов, общий посыл композиции, что, впрочем, лишь укрепляет концепцию проекта. Вот что про этот релиз и про свой музыкальный стиль говорит сам Оуджи Блэс. В джерпе я не работаю, мне не нравится этот стиль, я считаю, что он слишком примитивный. Больше трэпчик, наверное, что-то в стиле Код 10, Глоу, мне нравится тематика. Ну и Мемфиса тоже могу написать. В принципе, все. Сейчас больше перешел на автотюновый звук. 62 – это мой регион, регион моего родного города Рязани. Получается, у меня также забита на руке эта цифра. Вот, 62. Получается, альбом так называется, потому что я как бы начал там, и это обозначение всего пути моего дальнейшего, что я прошел. 62 – это была моя отправная точка. У нас я вдохновляюсь музыкой «Юры Код 10» и музыкой «Янг Трэпы», потому что чувствуется, что это сделано с энергией, и чувствуется душа в этом. Вот. Их музыка мне реально помогает двигаться дальше. Есть на релизе 62 и нейм-дроппинг. У нас сейчас свайк-сизон, но не молодой Калуга. Я потерял ни одного друга. Я буду падать только. Вот, как его комментирует сам OG Bless. На релизе 62, да, я упоминал таких рэперов, как молодой Калуга, например. Молодому Калуге «Респект». Я очень люблю вот музло молодого Калуги «Юры Код 10». Типа, ну, я вдохновляюсь. Типа, это тема, и был бы не против какой-то совместной работы с ними в дальнейшем. Кстати, с московской тусовкой OG Bless связывает также и другое. Например, недавно у него вышел подкаст с «Даймбэк Плагом», где парни обсудили много интересных тем. Например, отношения «Дайма» и «Тейпа», с которым у того был конфликт. Советуем глянуть. Кстати, на канале OG Bless есть и видео, где можно заметить ворум Генгера. Впрочем, не вся московская хип-хоп-тусовка по душе OG Bless. Вот его мнение про других музыкантов. Мне не нравится «Скаре Милана», «Геройн Уотер», вот все вот такие типы, потому что, ну, не считая, что они имеют какой-то жесткий бэкграунд, имеют какой-то жесткий опыт, и они так говорят о себе, ну, не знаю, мне кажется, что это какая-то помощь. Не люблю жестко коммерческих типов. Респектую Sunny Friendly Tidal, например. Респектую Uri Cold 10. Больше всего риск, как выклетает моим пацанам в будущем в индустрии. Это вот мы и я, ICI и Cold Blaze. Мы сейчас будем жестко двигаться, открываем свою студию. Все, приходите, есть чем-то. Ну, а вот немного про планы OG Bless. На будущее посмотрим, прям так не гадаем, но мне нужна чисто такая семья, небольшое количество аудитории. Не миллионы, просто чтобы были преданы свои люди. Да и, в принципе, все. Думаю, сделать денег на бизнес и вкладывать их постепенно в музыку. Особо таких глобальных целей нет. Все, спасибо за видосик, спасибо за интервьюшку. Было приятно поучаствовать. На связи. А что вы думаете по поводу этого NextUp? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...